День города всегда открывается и проходит по-разному, но неизменным остается одно. Это праздник всех, кто живет в Ленинске, всех, кто его любит. В этом году погода решила сделать настоящий подарок для всех горожан. Яркое теплое солнце и небольшой ветерок поднимали настроение и детям, и взрослым. С пяти до шести часов вечера горожан своими номерами радовали самые юные ленинскузнечане, участники танцевальных и певческих коллективов. Перед сценой маленьких зрителей развлекали аниматоры. А все поздравления и теплые слова в этот день все-таки звучали в адрес любимого города. Мы хотели бы пожелать процветания нашему городу, побольше, чтобы открывалось таких вот ледовых дворцов, побольше было таких мероприятий, чистоты, и чтобы было все здорово. Ну, процветание в первую очередь, развитие какое-нибудь хорошее во всех направлениях. Хочется пожелать нашему городу и каждому из вас самого-самого крепкого здоровья, самых больших достижений, хорошего процветания и всего самого лучшего. В канун трехсотлетия Кузбасса проводился региональный фестиваль-конкурс народного творчества на встречу юбилея. Дипломами в номинации «Декоративно-прикладное искусство» были отмечены Ленинск-Кузнечане, Виктор Зорин, Сергей Грушин, Елена Шерифулина, Наталья Фирсова, Татьяна Кузьмина, Ксения Борисихина, Фаина Стрельцова, Мария Кондратенко, Алена Холкина, Ирина Ляхова, Оксана Горбачева, а также ребята из студии «Точечные росписи для детей с ограниченными возможностями здоровья» «Ярко в точку», Эдуард Матков, Анастасия Снегирева, Алена Кузнецова и Дарья Болдина. Ну а после награждения до самой темноты звучали знакомые всеми любимые мелодии и современные композиции в исполнении лучших городских творческих коллективов и гостей из Новокузнецка. По традиции финальная точка в праздновании была поставлена ярким и красивым салютом. Он гремел несколько минут, позволяя насладиться разноцветной панорамой не только пришедшим на площадь торжеств, но и жителям многих других районов города.